Время городских новостей на канале ТВ-Сфера. В студии Анна Медведева. Здравствуйте! Дом, в котором до 2014 года жил Сергей Шейфер, полностью сгорел после прямого попадания снаряда. Теперь Иловайчанин владелец однокомнатной квартиры по улице Новодеповской. Два попадания именно в мою половину квартиры. Ну, а потом пожар, все сгорело. Так что остался я вообще не с чем. Единственное, что жена успела, документы в подвал спустить. Вот, поэтому мне документы хоть остались. Ну, а так все. Что там? С тех пор, где вам приходится жить? На съемном жилье. Ну, то одно жилье, то людям понадобилось, они забирают. Потом идешь и ищешь другое жилье. И вот, получается, вот так вот с 2014 года я по квартиру. Свою есть свое. А там уже, как бы, будем обустраиваться. Уже люди обещают. Тот-то даст, тот-то даст. Своего-то толком ничего. Люди сдают квартиру, они со своим, они свое не отдадут. А так пообещали. Тот стол даст, тот диван даст, тот... Ну, как-то обустроились. Было бы с чего начинать. После нескольких лет скитаний по съемным домам и квартирам семье Слипко тоже очень хочется вернуться домой. Но дома нет. Его разбили украинские каратели. В 2014 году были разрушены дома. Это наш дом, дом сына, ну и родственник, двух родственников еще. В общем, мы все остались без жилья. Жить нет, негде было. Естественно, мы все это время мыкались по квартирам. С одной квартиры на другую квартиру. Опять же туда переезжали, опять переезжали. Потом жили с родственниками. Мы надеемся, что наш дом на улице Пролетарской, частный дом, будет восстановлен. И мы вернемся туда и будем жить. У нас большой сад, большой огород. Только нету дома. Получить ключи от нового жилья и, наконец, осесть на одном месте. Долгожданное, радостное событие для Андрея и Елены Слипко, их дочери Натальи и маленького внука. Теперь им предстоит обустроить уже свой, пусть и небольшой угол. Главное, что переезжать в срочном порядке по чьей-то прихоти, как бывало раньше, больше не придется. В распоряжении семьи Слипко теперь двухкомнатная квартира в четырехэтажке по улице Левина. Такому отличному подарку под Новый год радуются все члены семьи. И все же больше остальных ждет, не дождется переезда трехлетний внук Андрея и Елены. В данный момент администрация нашего города и мэр предоставил нам вот эту квартиру. И мы рады очень этому жилью. И большое спасибо всем, кто помог нам получить это жилье. Квартиры, выделенные иловайчанам из маневренного фонда со свежим ремонтом. Здесь новые входные и межкомнатные двери, окна, на стенах свежие обои. На полу новый линолеум. В ванной комнате – современная сантехника. Квартиры отремонтированы в 2020 году. На сегодня была проделана работа по подбору по жилищным спискам. Определенная жилищная комиссия была вынесена решение в пользу именно этих семей, поскольку есть определенный порядок и список документов, которые должны предоставить были жители. В две семьи обратились, двум семьям было оказано содействие. И поскольку их документы полностью попадают в исполнение поручения главы республики, сегодня были выделены две квартиры. Новым жильцам теперь можно подумать и о приобретении своей мебели. Семье слепко, например, решить этот вопрос обещают помочь друзья и знакомые. Как говорится, было бы куда ставить. Наш следующий сюжет тоже из Иловайска. Шестой год подряд в Доме науки и техники проходит фестиваль народно-прикладного творчества «Город мастеров». Правда, на этот раз в связи с пандемией организаторы решили провести мероприятие в четыре этапа. Первый зимний этап выставки продажи приурочен к любимым новогодним праздникам. И проходит с 16 по 23 декабря. В фестивале народно-прикладного творчества традиционно принимают участие иловайские железнодорожники и члены их семей. О хобби техников, технологов, маляров, штукатуров, электриков, которые много лет трудятся на железной дороге, нетрудно догадаться. Резьба по дереву, вышивка лентами и бисером, вязание спицами и крючком, живопись маслом и акрилом – вот лишь малая часть их увлечений. Результат творческих исканий представлен на выставке. С каждым годом круг мастеров становится все шире. В этом году, кроме иловайчан, в фестивале приняли участие искусники из Харциска, Макеевки, Донецка, Амбросиевки и Шахтерска. Нынешнюю выставку отличает изобилие самых разных рукотворных елочек и новогодних сувениров, в том числе и с очередным символом наступающего года по восточному календарю. Следующий этап фестиваля «Город мастеров» будет приурочен ко Дню Защитника Отечества и Международному Женскому Дню. В день зимнего солнцестояния – самый короткий световой день в году – работники отрасли, отвечающие как раз за свет в наших домах, отмечали свой профессиональный праздник. Поздравления, цветы и многочисленные благодарности принимали вчера и работники Зуевской теплоэлектростанции. Торжественное мероприятие по случаю Дня энергетика прошло, как обычно, в актовом зале ТЭС. Вот только половина мест в этом зале совсем не как обычно пустовала по известным всем причинам. Тем не менее, торжество состоялось. Лучшие сотрудники предприятия были отмечены грамотами и благодарностями Министерства угля и энергетики ДНР, профсоюзной организации, а также администрации Зугреса и Харциска. Сегодня в лице сотрудников Зуевской ТЭС мы поздравили всех энергетиков республики от имени главы республики. Видно их труд в любое время года, в любую непогоду, круглосуточную. Эти люди трудятся для нас, для того, чтобы у нас было комфортно в наших домах. А когда комфортно в домах, комфортно в сердце, в душе. Поэтому искренне желаем им здоровья, благополучия, успехов, исполнения желаний, чтобы у них тоже всегда было комфортно в душе и горячо в сердце. А ангелохранители каждому дому, всех энергетиков с праздником. И искренне им огромная благодарность от наших жителей. Провел церемонию награждения и поблагодарил персонал за самоотверженный труд, исполняющий обязанности генерального директора республиканского предприятия «Энергия Донбасса» Вадим Стофийчук. Мы сейчас поздравили достойных работников Зуевской станции, которые принимали активное участие в 2020 году, проявляли инициативу, ответственность. Сейчас торжественная часть закончилась. И я хочу пожелать всему городу Харцизку благополучия, удачи, жизнерадостности, чтобы у вас всегда в домах было тепло и свет. От лица себя лично, от всего трудового коллектива Зуевской тепловой электрической станции хотелось поздравить в этот день всех энергетиков нашей республики, коллег наших с этим днем энергетика, замечательным праздником. Конечно же, пожелать мира, добра, благополучия. Пускай следующий год наступающий, он все-таки принесет нам только радость новых трудовых побед, тепла, света. Ну и самое главное, пусть он будет обязательно мирным и спокойным. Коллектив Зуевской ТЭС уверенно смотрит в будущее. Станция работает стабильно, также стабильно реализуются планы по ее модернизации, согласно которым в 2021 году основной задачей является капитальный ремонт третьего энергоблока. Что ж, думаю, не лишним будет еще раз поблагодарить энергетиков за свет и тепло в наших домах. Всего вам доброго и до встречи на канале Тевосфера. Субтитры подогнал «Симон»!